Сегодня Украина вспомнила и свою более раннюю угрозу. Пытается устроить Крыму еще и продовольственную блокаду. Приостановлено грузовое транспортное сообщение с полуостровом. Кто именно стоит за подобными решениями? Какая логика у этих людей? Какие цели? Причинно-следственные связи искал Вадим Хуланхов. К месту подрыва опор линий электропередачи, боевики правого сектора и те, кто на Украине называет себя правильными крымскими татарами, до сих пор не подпускают ни силовиков, ни энергетиков. Даже премьер Яценюк сегодня как-то осторожно высказался о проведении ремонтных работ. Напоминаю, восстановление энергопоставок в Херсонскую область и обеспечение энергобезопасности страны требует, чтобы по тем линиям, где мы можем провести ремонт, начать ремонтные работы. Но пока оборону у взорванных опор стойко держат бородачи в попахах и нацисты в балаклавах. Так что о скорейшем восстановлении энергоподачи и речи быть не может. Уже сутки стойкие борцы за независимость Украины от Крыма держат оборону на месте проведенного имя же террористического акта и сидят в железных трубах. После того, как накануне они дали отпор бойцам нацгвардии и милиции, государственные представители больше и не суются. От греха подальше. Киевской власти очень выгодно использовать якобы неподконтрольные им подразделения и группы для того, чтобы решать текущие проблемы. А текущей проблемой нынешней киевской власти является максимально досадить Москве, России и максимально усложнить жизнь крымчан. Крымчане, в отличие от украинского руководства, к энергетическому удару оказались готовы. Социальные службы работы свои не прервали и паники в городах не наблюдалось. Мы были готовы к развитию таких событий с декабря прошлого года. Если вы помните, что мы были подвергнут такому воздействию, поэтому мы очень серьезно готовились и система полностью готова. В очередной раз украинские националисты и примкнувшие к ним радикалы, так называемого крымско-татарского Меджлиса, не смогли остановить жизнь на полуострове. То, что они, объявив экономическую блокаду, не пускали фур с продуктами на полуостров, ощутимо ударило по экономике самой Украины. А подрыв опор ЛЭП не только обесточил два крупных промышленных района Украины, но и довел до критических нагрузок, едва запущенные в строй АЭС. Пострадали, безусловно, в первую очередь не крымчане, а поставщики из Украины. Но кого это волнует? Президент Украины Петр Порошенко вместо того, чтобы ловить на свои территории террористов, уничтожающих инфраструктуру, сегодня только подливает масло в огонь. Так, например, он потребовал вообще прекратить грузовые перевозки на полуостров и обратно. Президент Петр Порошенко обратился к премьер-министру Украины с письмом, в котором предложил безотлагательно создать рабочую группу для всестороннего анализа вопроса о прекращении грузового транспортного сообщения и прекращении товарооборота с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым в оба направления и подготовке проекта соответствующего решения. Я связываю сегодняшнее или вчерашнее мероприятие с тем, что Украина стремительно выпадает из информационной повестки и таким образом они напоминают о себе, что, дескать, вот мы, почему-то мы ушли с передовиц газет, почему мы перестали быть главной новостью. В итоге получилось, попали. И теперь в странах Евросоюза, куда с таким остервенением рвется Украина, уже недоуменно почесывают затылки. А стоит ли вообще иметь дело с такими неадекватными партнерами? Атаки на общественную инфраструктуру на Украине также для обеспечения Крыма электричеством являются преступными актами. Мы ожидаем, что они будут таким образом восприниматься ответственными украинскими должностными лицами и будут расследованы. Но сегодня в Киеве делают вид, что ничего особенного не случилось. Подумаешь, взорвали участок энергосети. Бывает. Напоминаю, что мной как премьер-министром было предписано проведение служебного расследования в отношении подписания всем известного контракта на поставки электроэнергии в Автономную Республику Крым. По результатам этого расследования было установлено, что контракт с нарушением норм предназначался для поставок не в Автономную Республику Крым Украины, а в какой-то непонятный Крымский федеральный округ. Вот так все просто. А о том, что взрывы гремели на территории Украины, и что устроили их непризрачные ополченцы и московские наймиты, а подконтрольные правительству правосеки, ни слова. Неудивительно, что государственной реакции на это нет. Более того, сегодня я слышал заявления некоторых украинских политиков, в том числе и такого одиозного персонажа, как Арсена Авакова, например, министра внутренних дел, который вообще предложил, а значит отдать под суд тех украинских энергетиков, которые заключили соглашение о поставке электроэнергии в Крым с российскими энергетиками. Украинские правители уже два года живут в параллельной реальности. Крым без их электричества выжить вполне способен. Он уже восстанавливается после удара из-под тяжка. А Европа смущенно начинает покручивать пальцем у виска. Хотя в Зазеркалье, созданном нынешним правительством Украины, по-прежнему верят, Европа поможет, а Россия пришла в упадок. За белым кроликом можно бежать еще долго. Вадим Хуланхов, Дарья Пинчук, 5 канал.